Телеканал КРТ представляет Так, 22 февраля вполне официозное польское радио организовало дискуссию на тему «Россия и Запад. Перезагрузка отношений или коллапс». Ведущий поставил перед экспертами вопрос. Западному обществу предстоит принять важное решение, а именно необходимо решить, как будут выглядеть отношения с Россией в новой декаде. Вопрос в том, что можно ожидать от отношений Запада с Россией. Перед нами грандиозные изменения или все же будет сохранен статус-кво. Доктор из Польского института международных дел Агнешка Легуцкая, скорее всего, сама того не желая, сделала витиеватый комплимент российской внешней политике. Цитата. «Россия использовала прошедшие пять лет с момента подписания Минских соглашений и шесть лет с момента начала конфликта в Украине. За эти пять лет, принимая участие в военном конфликте в Сирии, подрывая интересы европейских стран из США на Ближнем Востоке, она вынудила Запад начать переговоры. Сейчас мы наблюдаем реализацию амбициозного плана Москвы касательно Африки. Своим присутствием в этих регионах Россия вынуждает Запад вести с ней диалог, формировать вместе с ней новый расклад сил, новый международный порядок. Россия поняла одну очень важную вещь. Запад, как сообщество, как цивилизационный проект, распадается. Москва пытается этим воспользоваться, изменить расклад сил, чтобы стать одним из важнейших элементов концерта держав. Россия всегда воспринимала США как равноправного партнера. Поэтому Москва пытается использовать других игроков, провоцируя их, чтобы заставить Америку вести с ней диалог. Российская Федерация пытается стать ключевым игроком, сотрудничая с Китаем, принимая участие в военных операциях на Ближнем Востоке и Африке. Конец цитаты. То есть, согласно этому эксперту, Россия ведет свою агрессивную политику, пользуясь слабостью Запада и успешно принуждая его к переговорам. И какого-то четкого рецепта для Польши у пани Агнешки нет. Цитата. Польша должна сформировать стратегию действий в сложившейся ситуации, когда страны Запада захотят начать диалог с Россией. Хорошее отношение с Западом, сохранение единства по российскому вопросу дадут Варшаве возможность выдвигать свои условия касательно диалога с Москвой. Конец цитаты. Если я правильно понял, госпожа эксперт считает, что если переговоры Запада с Москвой неизбежны, то главное, чтобы Запад учел польскую позицию. Второй эксперт, главный редактор журнала New Eastern Europe, Адам Райнхарт, высказал беспокойство, что некоторые круги, даже не связанные с Дональдом Трампом, начинают думать по поводу перезагрузки отношений с Россией. Еще больше эксперта беспокоит сам Дональд Трамп. Цитата. Если проанализировать высказывания президента Дональда Трампа на тему России, то складывается впечатление, что он является большим фанатом российской политики и президента Владимира Путина. Конец цитаты. Но самое интересное, что и этот эксперт никакого рецепта для Польши не предложил. В этом контексте интересно выглядят данные масштабного социологического исследования, проведенного американской исследовательской компанией Pure Reset Center среди граждан-членов 16 стран НАТО. Разумеется, такое исследование дает обильную информацию для размышления, но я хотел бы обратить ваше внимание на результаты, полученные в Польше. Среди вполне предсказуемых вопросов о лояльности и одобрении деятельности НАТО обухом по голове бьет европейского обывателя вопрос. Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран-союзницей НАТО, то должна ли ваша страна использовать военную силу для защиты этой страны? Строго говоря, в такой немного завуалированной форме проверялась лояльность граждан-членов НАТО к применению статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Так вот, готовность проявить на практике евро-атлантическое братство по оружию проявили только 40% поляков. А у 43% генетическая память сбунтовалась против принципа «сам погибай, а товарища по НАТО выручай». Еще более интересным является тот факт, что абсолютное большинство, 53% поляков, выступают за одинаково тесные отношения с Соединенными Штатами и Российской Федерацией. При этом 29% ориентируется на дружбу исключительно с Вашингтоном, но целых 12% исключительно с Москвой. Так что, судя по исследованию Pew Research Center, среднестатистический поляк намного менее воинственен и намного более склонен к компромиссам, нежели это ему приписывают расхожие стереотипы. Ну а масло в огонь подлил «The National Interest» материалом о 23 февраля, согласитесь, есть в этом что-то циничное, под названием «Внимание! Американские танки могут обрушить польские мосты, когда пойдут в бой с Россией». Впрочем, прежде чем дойти до проблемы мостов, автор зачем-то пугает поляков и прибалтов цифровой информацией. «В совокупности у стран НАТО в этом регионе около 130 танков, причем 90 из них – это американские М1, находящиеся там временно на ротационной основе. У России же около 760 танков на расстоянии возможного удара по прибалтийским членам НАТО». Однако, видимо, чтобы успокоить восточноевропейских союзников, автор объясняет, что численное соотношение танков не самое важное. Дело в том, что американские натовские танки весят 60 тонн и более, как, например, основной боевой танк М1 «Абрамс», британский «Челленджер-2», немецкий «Леопард-2» и французский «Леклерк», в то время как восточноевропейская инфраструктура была ориентирована на более легкие советские танки типа Т-72, которые весят 45 тонн. Что же касается мостаукладчиков, из 250 имеющихся на вооружении в регионе, 200 были произведены еще в 1970-е годы, и они никак не успевают за современными скоростными танками. А более новые 50 мостаукладчиков оказались очень сложными в обслуживании и эксплуатации. Далее автор сообщает, что финансирование проекта создания нового мостаукладчика на 2021 год сокращено втрое, а значит, этот мостаукладчик начнет поступать в войска с большим опозданием. В конце материала автор, в стиле цитируемых выше польских экспертов, дает Польше весьма расплывчатый совет. Возможно, еще до следующей международной панорамы натовские офицеры найдут способ переправлять танки через польские реки, о чем мы вам обязательно сообщим. Продолжение следует...